В древневосточнике варится много в своей карте, и вот к такой новой манере они, может быть, не всегда готовы. Я Хантураев Мурот, представляю команду Алаш Правин. Приехал в город Сочи за победу. Мы сейчас видели азиатского медведя, Мурота Хантураева. Хантураев! Кстати, вот Мурот Хантураев, он этнический из Узбекистана, он переехал в свое время в Казахстан и выступает за Казахстан, за тот же самый клуб Алаш Правин, что и Арман Аспанов. Но даже по сравнению с Арманом, который мы только что видели, список титулов он намного больше. Он раньше начал выступать, он чуть постарше, на год старше Армана, но очень много он выступает. И вы знаете, что любопытно, в его карьере были даже поединки, когда еще он жил в Узбекистане, по настоящим подпольным боям без правил. То есть даже не по смешанным виноборствам, а по тем самым киношным боям, которые происходят в каких-то закрытых темных местах. Вот даже у него такой опыт есть. То есть это значит, что для него нет ситуации, которые могли бы его испугать, если он прошел через это. Представляю вам спортсмена. Ему 25 лет. Рост 180 сантиметров. Его официальный вес 105 килограммов. Мастер спорта подсюдо. Двукратный чемпион Азии по ММА. Серебряный призер чемпионата мира и Европы по унифайту. Чемпион мира по рукопашному бою. Из Казахстана, урод, азиатский медведь Хантураев. Но добавлю, кстати, что Хантураев также выходец из кикбоксинга и начинал свою карьеру как кикбоксер. И он трехкратный чемпион Азии по кикбоксингу. Боец из России. Евгений Ерохин. Я Евгений Ерохин. Россия. Город Хабаровск. Боевое самбо это исконный национальный русский вид спорта. Поэтому я очень рад. Представляете на платформе С-70. Я все пора сделали победы. Ну вот Ерохин, несмотря на то, что сказал, что... Несмотря на те слова, что он сказал, на самом деле он выходит из конкартиона тоже. Выступает по конкартиону. И успешно выступал по рукопашному бою. Он мастер спорта как раз вот не по самбо, не по боевому самбо, а по рукопашному бою. И основные его достижения именно по рукопашному бою. Боец из Комсомольска на Амуре. В мае 2013 года, как раз на Кубке Мэра по панкратиону, вышел в финал и победил очень сильного бойца Рамоти Рисо Коджу, опытнейшего американца. Комсомольска, который уже зачастил в России за последние два года. Мастер спорта по рукопашному бою. Что еще? Ну, Константин Ерохин, кстати говоря, зрители, которые следят за наборствами... Министерство внутренних дел Российской Федерации, Евгений Ерохин! Так вот, Евгений Ерохин, зрители должны помнить, вот последний бой он провел совсем недавно, 20 июня на турнире Fight Night в Москве, битва под Москвой 12, где он сражался со своим однофамильцем Константином Ерохиным. Бой, кстати говоря, тот он проиграл, поэтому для Евгения это очень важно. Беденок, ему надо сейчас переломить... Ну, как бы... Негативный тенденк. Да, не дать ей развиться. Но я хочу сказать, будет очень непросто. Я ожидаю от Мурода Хантураева очень агрессивого боя. Он мощнее. Ну и посмотрим, потому что сейчас уже ни о какой расслабленности, ни о какой недооценке соперника речи идти не может. Только Алексей Полпудников, также представитель Дальнего Востока и школы панкратиома, на наши глаза потерпел поражение. Вот то, что я говорил. Муродов выходит из кикбокинга. Мы видим, он уже сделал проносный хай-кик, бэк-кик в голову и фронт-кик. Вот это буквально за 10 секунд он сделал три высоких удара в голову. Но в боевом самбо они не оценивают эти удары, если они не эффективны. Размашисто работает ногами представитель Казахстана. Ну, я так думаю, что он, наверное, хочет сейчас как бы просто подавить морально соперника Евгения Ерохина. Обратите внимание, немножко под зажат. Но, тем не менее, также выбрасывает правый кросс встречный. Попадает, но не потряс. А вот тот самый хай-кик. И, к сожалению, для поклонников российского спорта второе российско-казахское противостояние заканчивается нокаутом. И на сей раз Мурод Хантураев тут также на первой минуте встречи, насколько я понимаю, отправил в тяжелейший нокаут Евгения Ерохина. Хай-кик прошел правый и немного замешкался. Я бы обратил внимание, что очень высококлассно выполнил удар ногой. Удар был со средней дистанции. Не с ближней, а со средней дистанции. За сколько? Ну, за меньше, чем за минуту. Пять, то есть удар в голову. Вот, знаете, удар пришелся верхней частью голени. Это значит, дистанция средняя. На такой дистанции ногами в голову бьют только, ну, те, кто очень хорошо владеет ударами ног. Начал уходить вправо, чтобы выйти из угла российский спортсмен. И вот как раз именно на этом движении поймал его Мурод Хантураев. Тоже, как в школьном учебнике, когда человек выходит из угла встречными круговыми ударами, его надо отсекать. Но обычно бойцы в смешной наборке не очень владеют так ударами ногами. И поэтому они, если и отсекают, то лоу-киками. Лоу-киками. По версии Союза ММА России, который возглавляет Федора Миляненко и профессионалами боевого самбо. Я думаю, что сейчас на ринге под формой С-70 зашкаливает количество заслуженных людей на квадратной мере. И это действительно стоит ваших громких аплодисментов. Мы переходим к награждению. Я думаю, что наши бойцы просто обязаны, просто обязаны сделать все возможное, чтобы Россию с той стороны ринга продвинуть дальше, чем она сейчас находится. Я думаю, что вы показали такие бескомпромиссные... Гори свыше 93 килограммов. Победу одержал Мурот Хантураев. На граждане проводит президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назапаев. Блестящий совершенно, когда на уходе вправо из угла. Человек весом. 110 килограммов.